всем привет с вами телепапа гена никулин и самая детская программа для взрослых давайте посмотрим что вы увидите сегодня в пападжайзере ну давай рыбок хомячка что-то хочешь а можно что-то макаразово кучи флип сапс феки хитя бича масса те кто часто ездят по заводской наверняка видели две новые высотки нам с ромычем стало интересно что же в этих домах творится на детских площадках это по позору и сегодня мы расскажем чем же могут заняться юные жильцы новых домов это заводская 14 поехали а насколько круто узнаем прямо сейчас встречает гостей на этой детской площадке большая песочница не огромная как в некоторых дворах но достаточно большая чтобы всем детям хватило места белый песочек с намеком на то что к такому мы вряд ли поедем а походу мы придумали новый мем сразу бросается в глаза то что она выполнена в едином стиле эко стиль это знаешь как по мятски получилось эко стиль и то правда эко стиль ромыч как дела пока начали на расслабоне это пока у тебя учеба в школе не началась а в сентябре так буду лежать я что очень привлекает внимание домик который выстроен посреди детской площадке домик впервые за нашу историю который предлагает детям еще и смотреть в зеркало а еще этот дом мы назвали музыкальным примеру здесь можно создавать отбивки для не смешных шуток смысле я очень смешно шучу ребенок который знает что такое ремшот это успех его отца музыкальный домик это что-то новое наверняка очень очень понравится детям со слухом это не про нас видимо для детей помладше есть еще одна песочница но нас интересует то что дальше крутая стильная ползалка человек и паука всем привет меня зовут мама как вы уже знаете сейчас объясню другую ползалку он просто забирается и король в принципе вот и все что это ползалка много блогер в семье это к деньгам папа ты не мешаешь видимо скоро эта программа перейдет по наследству перебью но я не успел рассказать иголку так что расскажу сейчас такая маленькая горка лестница канат а ты че смотришь а я делаю то что и должен делать отец просто сижу и наблюдаю за ребенком колесо вот такие вот вот такая вот штука которую я не понял что здесь делать а вот сейчас ты мне нужен программа ромыча подошла к концу а мы с вами продолжим еще из интересного судя по разметке здесь будет баскетбольное кольцо и возможно возможно футбольное поле но это не точно еще из очень хороших плюсов мы отметили то что парковка здесь находится с другой стороны дома а эта площадка принадлежит только тем кто гуляет поэтому можно не опасаясь выпускать ребенка на улицу и не переживать что он попадет под машину в целом детская площадка на заводской 14 оставила исключительно положительные ощущения мы ставим уверенные 5 этой детской развлекательной площадке ухотру ну почти такую концовку и хотели если честно мы по-доброму завидуем жильцам этого дома да а зачем едят орехи затем чтобы лучше работал мозг так вот ты почему орехи не ешь сегодня у нас в гостях суровый снаружи и добрый внутри человек который чтобы носить жену и детей на руках начал профессионально жать штангу многократный победитель соревнований и двукратный отец любит жену сыновей и когда можно вкусняшки кмс хотя визуально мс по пауэрлифтингу фитнес тренер на работе и иногда дома олег шаповал олег привет приветствую расскажи пожалуйста как давно ты занимаешься пауэрлифтингом вообще в спорте пришел 21 год вот ну конечно пауэрлифтингом не сразу занялся то есть вначале пришел позаниматься чтобы набрать вес так как я был очень худой весил примерно 52 килограмма это 21 год хотел немножко поднабрать ну и постепенно увлекся делал базовые упражнения и потихонечку потихонечку затянуло решил попробовать повыступать вот и уже наверное это уже лет через пять как я начал заниматься таком и паренек выступал на витеке школа олимпийского резерва по пауэрлифтингу вот я через него узнал как бы можно ли я там позанимаюсь там договорился с тренером вот меня взяли в команду вот и я там занимался выступал скажи у тебя сын хочешь ли ты чтобы он пошел по своим стопам да хочу все таки хочется чтобы дети реализовывали все какие-то все таки свои амбиции ребенок это другая ну то есть ребенок все но это другой человек это другая личность и у него могут быть свои интересы вот но в любом случае хотелось бы чтобы занимался все таки здоровье красота внешний вид ты это будешь контролировать вот все равно как бы больше на подавать примером наверное расскажи пожалуйста тянется ли он к тому чем ты занимаешься да ему интересно встречать меня с работы также мы сейчас начали с ним заниматься в зале я ему приобрел абонемент то есть в первый день в зале он там прям бегал счастливый улыбка с ушей не слетала там все тренажеры там потрогать там надо было особенно дорожка беговая понравилась ему скажи на на тяжелые веса когда ты его уже наконец-то отведешь ну я думаю еще рано пока больше час а фп общая физическая подготовка вот а тяжелые веса если мы дальше будет самому интересно то конечно можно будет вот уже больше в подростковом возрасте сейчас находится уже в таком периоде осознанности ты показывал какой папка был там вот три года назад вот хочешь быть таким же надо заниматься здесь все он все равно пока немножко скажем так все ночью ребенок больше мы как-то в игровой форме хочется вот это то есть еще и не настолько серьезно к этому подходит я думаю чуть попозже будет больше осознанности все-таки дети из дети скажи пожалуйста ты тренер своим воспитанником ты рекомендуешь правильно питаться как обстоят дела с домашними ну если совсем маленького ребенка я думаю это максимально правильное питание так как он еще шесть месяцев еще вот а который постарше ребенок он достаточно привередлив к еде поэтому вот там сложно заставить что-то прям такое есть он достаточно чисто питается то есть там гречи макароны рыба сыр яйца то есть обычные продукты ты за этим следишь или ты как-то отпустил эту ситуацию он сам выбрал что ему больше 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 сам так как я не заставляю его есть то что не хочется то есть понятно что это не означает что он там одни сладости ест то есть все равно питается нормально вот по сладости мне ограничу его поэтому у него нету прям такой мании он достаточно адекватно ко всему относится у тебя два пацана да один одному шесть лет второму еще шесть месяцев наверняка ты уже купил все игрушки которые которые о которых сам мечтал ну и сейчас ассортимент игрушек конечно поменялся но игрушек дома полно я знаю чем он увлекается там какие мультики любит какие игры играют поэтому если там какой-нибудь день рождения и так далее у меня там полный набор игрушек там прям покупаю то есть напоследок пару советов которые лично тебя вдохновляют как отца и возможно рекомендации которые ты дашь родителям которые нас смотрят ну я думаю все таки родители должны подавать именно пример своим детям именно своими поступками так как дети слова воспринимают не так серьезно именно а именно не сверну смотрят на родителей как они действуют то есть если родители стараются приучить его к здоровому образу жизни но при этом они сами не ведут здоровый образ жизни то вряд ли дети будут повторять за своими родителями все таки родители должны быть примером спасибо огромное давайте вам спортивных успехов и расти здоровенькими и счастливыми спасибо все спасибо да а что такое лизинг ну это когда ты ездишь на машине а машину купила твоя женщина помните как одному мальчику приходил умывальников начальник и мочалок командир сегодня мы поговорим о том как сделать так чтобы к вашему ребенку мой додыр не приходил как только малыш пошел и стал исследовать мир пора уже тогда его постепенно приучать к самостоятельности в этом деле чтобы развивать самостоятельность в гигиенических навыках нужно создать определенные специальные условия для ваших детей ребенок должен доставать до раковины если она слишком высоко используйте специальную табуреточку повесьте полотенце на уровне ребенка чтобы его было удобно брать и вешать на место наши дети порой во время гигиенических процедур то забудут умыться после чистки зубов то у них руки по локоть сырые здесь на помощь малышу можно повесить в ванне алгоритм умывания вы можете найти готовый в интернете или нарисовать вместе с ребенком ну что ж после ванны ваш дитя чист и свеж пора бы и принарядиться дайте волю вашему ребенку пусть выбирает сам и одевается тоже главное чтобы погоде соответствовало а там уж пусть сам решает покрутиться перед зеркалом в вашей семье должна любить не только мама смотря в зеркало ребенок может оценить свой внешний вид и если что устранить неряшливость своей одежде или внешности таким образом развиваем в детях культурно-гигиенические навыки чтобы мой додыр к ним приходил только в книжке это были все сюжеты на сегодня приглашайте в гости а также предлагайте свои истории ну а с тобой мы увидимся не только на экранах тв но и на экранах твоего гаджета аниматоры растет классический турецкой аниматоры